В этой семье находится матка Степсиневир прошлого года. И три корпуса мало. Сначала несколько рамок с мёдом поднимем, потому что эта рамка где-то 4-5 килограмм мы отрываем, течёт мёд с неё. Потому что если не снимать несколько рамок, одному невозможно поднимать. Вот, смотрим. Снимаем третий корпус. Во втором тоже самое. Тут рамки посветлее. Есть и овощи на этого года. Такие же рамки с таким же мёдом. Вот на овощине тоже 3-4 килограмма мёда. Тут добавим в перемешку несколько сушек. Смотрим. Они уже начали печатать мёд на овощине. Здесь из-за отсутствия рамок без мёда, одни отстроили языки. И это снимаем для того, чтобы показывать, что он сделан на подсовке. Вот, смотрим. Такие рамки. Эй, Егор и Квашки. И всё. Так сработала эта матка. Это племя, что имеет такой материал. Всем спасибо. 27 мая. Мы работаем на нашей басике. Подошли к этой семье. Это матка 25-2. Тип синевир. Вытащили ващину. И смотрите, что на этой ващине. Какая работа этой матки. Только при наличии таких ващин в семье мы имеем здоровую пчану. И хорошие результаты. Да, смотрите. Я подниму этот корпус полный мёдом. Здесь на верху. Чтобы у них было где собирать и мёд. Спасибо Виктору Васильевичу за такие вам. 27 мая. Мы находимся на одной из наших басек. Это конец Акации. Мы подошли к этой семье. Тут находится матка 37-37. Спасибо, что есть такие люди, которые делают такие матки. Освоила три корпуса. Дадим пару ващин, чтобы было один невозможно поднимать такой корпус с мёда. Вот смотрим, что во второй. Смотрите, какие рамки утолщенные, все полные мёдом. И для того, чтобы эта семья могла быть семьёй и на подсолнухе, и на липе, мы дадим... Матки внизу, вот смотрим здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть ващин. Рамки... Все с расплодом. Внизу, то есть она сама поднимает и... Дорогие коллеги, мы сейчас находимся в сердце популяции карпатских джил, межгирской экосистемы. И наш шановный гисть Григорій Скутер потрапил на один из самых экзотичных и далеких наших облитников. Это облитник Кантина. И как, не потрапивши на этот облитник, не посмаковать нашою джерельной водичкой из-под уже известной всем нашим пасечникам смеречки. Это уникальное джерело, которое дает нам сил и энергию. И до того времени, пока в этом джереле есть вода, в наших горах будут жить наши карпатские джолы. Вам спасибо, что вы уделили нам время. Для нас показалось, что эта дорога очень тяжелая. Мы всю дорогу удивлялись, как вы по этой дороге попадаете сюда, и привезли семья, матки облитываете, все вокруг горы. Тут красота и вода очень-очень вкусная. Пусть Бог даст вам здоровье и в дальнейшем, чтобы вы ездили по таким дорогам, и хватало терпения облитывать тут матки. И мы ведем трансляцию из гирской пасики. Это село Сойме. И у нас в гостях наш коллега, пасечник, один из самых известных республики Молдовы, Григорій Скутарь, который очень давно использует наши карпатские джолы в себе на господарстве. Сколько слов буквально от Леони Юрьевича, от господаря. «Чи будут у вас помещники, чи наша карпатка мае майбутнє?» «Я думаю, что мае и будет мати. Доброго дня, коллеги. В первую очередь я очень рад видеть в себе Григорія Скутаря. Мы уже несколько лет знакомы с ним. Он шанует Карпатку. Это переконливый Карпатчик в Молдове, и это очень приятно. А Карпатка была, она и будет. Мы будем все делать для того, чтобы не дать кому-то ее засмятить, поплюжить или что-то другое сделать». Григорій, я хотел попросить вас буквально таки коротко оценить нашу карпатскую джолу з огляду на ваш досвід, життєвий досвід работы с цією джолою у себе в Молдове. Что бы вы хотели побажать нашим пасичникам, зокрема закарпатским пасичникам? Хотел бы поблагодарить вас, что вы меня приняли. И, знаете, прошлый год не имел возможности приезжать сюда. Так что в этом году с большей радостью приехал сюда поблагодарить таких людей, которые сохраняют эту пчелу. Для меня в дальнейшем пчеловодства я без карпатской пчелы не вижу. Таким людям, которые до вас сохранили, которые сейчас сохраняют и будут сохранять, надо ставить памятник. Это уникальная пчела. Мы, скажем, живем в таких условиях в Молдавии, когда у нас первый взяток с акации, скажем, первый медосборск. Мед с акации все знают, что... Наиболее ценный. Для нас, то есть, если мы не имеем мед с акации, для нас это очень тяжелый мед. Мед оплачивается в Европе хорошо. И я что хотел сказать. Лучше, чем карпатка не использует взяток с акации, ни одна пчела. Я это говорю из своего опыта. Я сравнивал много пасек и разговариваю много с друзьями. То есть, у кого карпатская пчела, кто работает правильно с ней, тот всегда будет иметь мед с акации. Карпатская пчела и взяток с липы используют на лучшем уровне. То есть, была разница с другими пасеками, где была, кто использовал карпатскую пчелу и кто был на другой пчеле, скажем. Да, поэтому вы должны сохранять, то есть, работать, чтобы мы могли откуда брать этот материал с карпатских гор и у карпатских мотководов. И, в частности, опыт и пример ваш лично и Республики Молдова может быть очень показательным для пчеловодов Украины, поскольку полемика по вопросу, какую пчелу использовать в Украине, для того, чтобы она не потеряла свой статус медового государства, еще ведется. То есть, этот разговор открыт. Отечественные породы, они достойны внимания, и при умелом их использовании мы можем иметь этот бренд украинской пчелы, быть супергосударством медового направления и работать стабильно, работать со своей пчелой. Пример Григория Скутеря и Молдовы, Республики Молдовы, это очень показательный, отличный пример, которому нужно учиться. Нам есть чему учиться у молдовских коллег на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok